Меня зовут Галина Ивановна Шмакова. Мне восемьдесят четыре года. Когда началась война, мне было пять лет, и я мало что помню из того времени. Наша семья — папа, мама, брат, сестра и я — жили тогда в небольшой деревушке Балдашки, затерявшейся среди дремучих уральских лесов. Моей деревни давно уже нет, а место это на карта значится, как урочище Балдашка. Помню, что все жители деревни были полхозниками. Каждое утро бригадир назначал их на работу. Даже паспортов у людей не было. Наш колхоз Красный Гор был передовым. По осени каждый гор привозили заработанные на трудовую пшеницу, лошадь, коров и прочее. К тому же каждый гор принял 40 соток земли, на которых обязательно удержали коров, свиней, овец, кур и так другой жилищ. Люди жили в натуральном хозяйстве, поэтому всегда имели в запасе продовольствия. Благодаря чему первые годы войны жизнь шла обычным чередом. Когда началась война, всех мужчин с 18 лет забрали подчистую. Из нашей семьи забрали папу и дядю Андрея, Афанасия и Ивана. Про папу вскоре пришла похоронка. Про папу без вести в минском направлении. Она на все ждала. В могилу у дяди Андрея нашли поисковики, которым впоследствии стало пощищать его дочь. На деревне оставались женщины с детьми и один безногий мужик Василий, которого избрали председателем. Тем самым вся тяжесть досталась женщинам и подросткам. Люди работали весь световой день. Взрослые уходили на работу, а дети оставались под присмотром старших. Так мне, 9-летние, как старшие, оставляли сестренку, мою родную брата и сестру и соседскую девочку Таше. Дети были предоставлены на самовоспитание, что впоследствии отразилось в их характере, самостоятельности и дружелюбии. К примеру, был такой случай. Пришла зима. Взрослые работали в колхозном ломбаре. И только один старик на лошади изредка проезжал на нашего дома. Возил зерно. Мои дети были заперты в доме. Снаружи на замок. Я, как самая старшая, за ними присматривала. Зимы в то время были суровые. Дома, кроме русской печи, еще обогревались буржуйками. Такая железная буржуйка стояла и среди нашей избы с трубой, уходящей в потолок. Не помню из-за чего между детьми началась ссора. Одна толкнула другую прямо в сторону буржуйки. Печь скинулась, с места труба упала, и огонь пошел в дом. Мы кинулись в окно. И начали кричать, платиться. И сгорели бы, если бы на наше счастье не проезжал бы на столы. Тут уж все сбежались. Тем самым были спасены. Как говорится, обошлось. В то время взрослым было нелегко, а подросткам, особенно мальчикам, приходилось работать на лошадях, возить, грузить навоз, сено, солому и прочее. Во время войны хороших лошадей забрали на фронт. Остались старые истощенные клячи, непомерные усилия и нервы приходилось тратить, чтобы лошадь стала двигаться. Скорее по этой причине, когда пришли вербовать на учебу в ФЗО, мой брат один из первых записался на радость магии. К тому же непомерные налоги осложнили жизнь. На каждое хозяйство на плане наложили по 10 кг масла, 100 яиц, несколько кг шерсти и прочее. Многие не удерживали таких больших дворов. Впоследствии стали убывать пороги и овечьи стада. Как я уже упоминала, у колхозов забирали лучших лошадей, а исчезных хозяйств забрали даже собаку. Мой папа был охотник, и у нас была собака, рыжая, с белыми пятлышками, по имени Варена. К сожалению, и ее забрали на фронт. Люди стали беднеть, но до голоду не доходило, так как в деревне земля кормит. В военные годы деревни по всей стране играли важную роль, снабжали армию пищевой и вещевой продукцией. Зимними вечерами женщины вязали шерстяные носки, шарфы и рукавицы и отправляли их на фронт. На здании контора висел лозунг «Все для фронта, все для победы». Помню, как в деревне стали появляться истощенные старики и дети. Взрослые говорили, что их нельзя сразу много кормить, чтобы не навредить их здоровью. Они просили милостынь, а иногда и ночлег. Моя мама всех привечала. Так прижился у нас мальчик, лет двенадцати, и вместе с моим братом работал в полхозе. После войны его нашел отец и забрал с собой. Прожив такое детство, в такой ситуации, сказать могу. Война – страшная утрата. Она переворачивает все с ног на голову. И мы должны сделать все, чтобы такого больше не повторилось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова